И всем привет! Меня зовут Влад А4, Глент, Серега и ребята, это то, чего вы так долго ждали. Ну, чего греха таить? Не только вы, но еще и мы. Это 24 часа на рыбалке. О, да-да-да-да-да. Ребята, у нас было где-то 3, может 4 попытки словить рыбу в наших роликах. И что, сколько рыб поймали? Во! Ноль. Ну, желание было огромное. Мы мечтали словить хоть одну рыбешку. Если бы мы ее словили, мы бы ей уже и имя дали, мы бы ее приютили, с собой бы в аквариум забрали. Ну бы и член команды был бы. Но нет, этого лениндарного момента не произошло. Но теперь посмотрите-ка сюда. Вот в этом месте точно есть рыба. Короче, это проверенное место, где рыбеха есть. Так что сегодня, ребята, рыба реально будет. Также, вон, можете посмотреть, к нам плывет лодка. Это наша, мы еще и на ней порыбачим. Ну и так как рыба здесь точно есть, мы поцаревнуемся, кто наловит ее больше. У меня опыт рыбалки огромный, ребята. А у меня тоже. Так а что там, поплевал на наживку, выстроил поплавок в глубину и закинул? Это так кажется. Я знаю, что здесь есть сомы. Прикиньте, сома словить. Ну, звучит так, типа, да. Ну, сом, ну, сейчас ловят. Но, ребята, сом, это легендарка. Как ли он в Брауал Стас? Даже, может, и побольше. А щука когда? Щука, это вообще, типа, это создатель игры. Как вы видите, мы сейчас на нуле, ни удочек, ни униформы. Сейчас мы перемещаемся на поле для челленджей. И при помощи челленджей мы будем бороться за качественную, хорошую экипировку. А то, кто будет прыгать, тут будет, вообще, там, на палец рыбачить. Погнали. Вот и первый челлендж, вот записочка. Челлендж называется, ловкий карась. Стоя в круге, вы должны перекидывать по очереди в другу мокрыми руками кусок мыла. Есть такое. О, оно очень скользко. У кого мыло выскользнет из рук, тот выходит из игры. Кто остается последний, тот и занимает первое место. Так, ну что, намачиваем ручки. Да, уронил мыло, проиграл. Давай, оп. Оно очень скользко. Рыбку сюда, сюда. Оп, все, теперь еще один шаг назад. Оп. Это очень тяжело. Спокойно, на мне. Оп, изи челлендж. Можно еще руки смочить. Давай. Хорош, Серега, ловишь? Да. Крученый. Блин! Блин, у меня меж мизин там застрял. Посмотрите, я же сбрил это мыло, так сильно держал. Все, Влад, мы перешли на крученое. Ну все, сейчас я тебе крученый закидываю. А, нет, нет, нет. Я ему отомщу. И крученый. Все, это капец. Это невозможно. А дай я попробую. А брось ему назад тоже крученого, чтобы он понял, насколько это было тяжело. А, ну он его так подал. Изи. Да я крутил жестко. Влад занял первое место. Так, а это был челлендж, знаете, за что? Челлендж за снасти. Это удочки. Удочки? А что так сразу не сказать? Ну это по-профессиональному. Ай-яй-яй, вы посмотрите на этих красоток. Мне за первое место досталось 3 удочки. Ой-ой-ой-ой-ой. И вот такая вот малышка белая. Вай-вай-вай. Ребята, вы просто посмотрите, здесь 1, 2, 3 крючка. А вот эта штука называется типа донкой. Сюда вот мякиша всякого насыпаешь, и он потихонечку в воде так начинает распадаться. Рыбка такая, а что это? И берет потом самый большой кусок наживки. А там крючочек. У меня за второе место 2 удочки. Одна с поплавком, другая тоже с прикормкой. Только уже такая. Ага. И что, клетка. У меня просто обычная классическая удочка. Нечего даже сказать. У меня такая же была. Ну ничего, у нас еще будут челленджи на прикормку и на наживку. Вот там будет возможность отыграться. Ну что, погнали к следующему челленджу. Так, так, так. Экстренный клев. Необходимо на скорость полностью собрать удочку. У кого лучшее время, тот и на первом месте. Я вообще не умею быстро это делать. Если коротко, надо удочку разложить, червяка нацепить и закинуть. Это будет жесть. Что, let's go? Оп, так. А, тут червяки. Да, у меня крючок не получается достать. Зацепился. Я насаживаю червяка. Так, где у него жопа? Эй, он уходит от него. Ай, червяк уходит, засранец. Ну что, я-то раскатил на максимуме. Мне кажется, это было самое сложное. Ой, блин. Нормально. Живу, живу. Червяк насажен. Вроде разложил, теперь осталось самое сложное. Раз, два, три. Червячок, плыви. Смотрите, я разложил. Червячок на месте, бросок. Все, на месте. Хоп, я закинул. О, рыба, рыба, щука. Вон, вижу. Это щука. Тихо, не ори. Она плывет к этому. Рыба, это рыба. Иди ко мне. Мою, мою возьми. Она под Владу уплыла. Взяла? Нет, вон она пошла. Может, это гарпун есть у кого? Смотри, она испугалась наживки, алло. Первое место у Влада, второе у меня и третье у Сереги. Слушайте, ребята, я уже хочу остаться. Ну, я увидел рыбу, я бы ее, конечно, с удовольствием споймал. Ну что, мы вот удочки-то закинули, и что вы думаете? Вы думаете, пошли к следующему челленджу? Нифига, стоим рыбачим, но уже минут 15 прошло. Блин, может, глубина не то. Ладно, мы еще проэкспериментируем. Надо будет погуглить, типа, на какой там глубине караси водятся там. Мужики. Итак, нам выдали одежду за наши места. Итак, первое место. Владос, держи. О, порядок. Второе место, вот, и Серега, держи. Вот, пожалуйста. Все, я переодеваюсь, мне нравится такой стайл. Ладно, рыбка-то никуда не денется, правильно? Если она словится. Итак, скин профессионального рыбака. Тут защита от москита, сверху сеточку, если что, можно накинуть. Куточка, штаны тоже в дырочку. Короче, кайф. У меня скин самого сельхозного рыбака, резкое высмаркивание, пассивка. У меня образ вот такой вот местный мужичок. Просто любит и порыбачить, и на охоту, и поговорить. Новый челлендж у нас. Так, я вижу, что он называется чистый берег. Вы должны стоять в кругу, словить швабру, перебегая каждые 5 секунд. На ком упала швабра, тот вылетает, побеждает последний игрок. Бегая по кругу, она стоит, мы, типа, отпускаем, ловим еще. А-а-а. Это исходное положение. Ну что, в какую сторону? Против часовой. Только ты под сейви, пожалуйста. Ну попробуем, давай. Клайти, быстрей-ка сразу. Ну ты что? Эй! Что? Ты не словил. Ты же не словил, а начал уже падать сразу. Выбыл. Давайте голосовать, честно? Честно. Нечестно. Подставили меня. А что, вдвоем? Ну да, за первое место. Только не бросаем на пол. Ну я просто оставляю, я не кидаю. Вот, давай мизинчиком держаться вот так. Три. Ну вот, то же самое. Да все по счету, все честно. Нет, я реально, я, ну типа, не отпускал. Да я провтыкал, я что-то засмотрел сегодня. Я надеюсь, что это был конкурс на седалище. Реально? Да? Мне надо самую плотную седушку! Честно скажу, даже непонятно, где первое, а где второе место. Точно понятно, где третье. О, так я думал, вообще и буду стоять. Нет, это хоть что-то, нет, я рад. У тебя посадка более глубокая, есть кармашек. Давайте-ка примериться. У меня такая табуретка. Не знаю, я тоже могу, вот развалился мягко. Так, еще нужно выяснить, какая будет наживка и какая прикормка. Без проблем, погнали. Тарарарам, посмотрите, удочки, это не наши, это другие, и они вон там, вон красные поплавки, видите? Ну короче, там где-то есть. И карточка задания. Скоростной улов, три спиннинга, вместо поплавка шарик. Они закинуты в воду на равное расстояние. Кто быстрее промотает к себе шарик, тот и победит. Раз, два, три, погнали! Кручу, кручу. Я уже кручу. Я вообще даже не прыгать не буду. Ой, у меня... Ой, сорвалось! У меня жестко сорвалось. Ура! Я первый! Я первый! Я удержу, я удержу. Ай, блин, я в момент затупил немножечко. Ю-ху! Второе, ладно, второе тоже уважаемо. Е, наконец-то! Это что, кошачий туалет? Это комбикорм и болтушка, немного теста. Болтушка? Готовая болтушка мед, насадка для доловли рыб. Так, у меня уже что-то такое нормальное. Я видел, что, ну, рыбки в аквариуме такое едят. А, елка-макарек, не все, и ванильные шарики. Не хочешь схавать? Не. А у тебя что? Смотрите, что у меня, у меня какая-то суперпрофессиональная прикормка. Тут кукуруза с чем-то, клубничный спрей какой-то. Выглядит, как будто это все можно в кинотеатр взять. Хе-хе-хе. А вот маринованный вообще. Вот это странное, клубничный спрей. Ребята, давайте сейчас финальный челлендж, узнаем наживочку. Это вообще очень важно, нужно постараться выиграть в челлендже. Проявите она максимум, и начинается серьезная взрослая рыбалочка. Рех. Практика ловли, называется это челлендж. Вы должны из тазика под ногами... Ногами достать как можно больше игрушечных живностей за одну минуту. О, я здесь профессионал, ребята, я столько раз полотенца ногами поднимал, вот реально. Или там, не знаю, ну что-нибудь, упал на пол, оп. Раз, два, три. Опа, первая есть, вторая есть. Там даже что-то вывалилось. Так, у меня много удочек, мне нужна хорошая прикормка. Какие они скользкие. Дальше не идет. Все, у меня все закончилось. Клянись. Как это? У меня две рыбки осталось. Одна. В смысле? Иди сюда, все. Как вы так быстро-то? Я говорю, я ножный профессионал. Первое место, ребята, наживочка будет просто... У меня три удочки, мне надо было вообще самую хорошую наживку. Тебе просто камень принесут. Ну, вот такой еще нам дали, всем одинаковый, да? Нет. Ты что, у меня посмотри, как настоящая рыба выглядит. У меня тоже самое. Что у тебя, зелено-красная какая-то? Ну, у меня тоже зелено-красная, у меня второе место, я думаю, тоже по понтове. Ладно, но самое интересное, это вот в баночках. Мне дали одну банку вот с вот этими вот красными личинусами, и все, больше ничего нет. За второе место такую же банку, плюс еще мотылей. У парышей, вон, вот здесь сбоку, оп. А третье? Это тоже у него есть. А что там теперь еще? Она у тебя в большой верх. Конечно же, обыкновенные черви, мне кажется. Это самая дефолтная позиция, самая важная. Наконец-то мы сейчас идем рыбачить. Так, у нас небольшой сюжетный поворот. Мы уже думали, что все, начинаем рыбачить, но нет. А4Продакшн подготовил три портфеля. Они супер по-разному выглядят, есть какой-то вообще школьный, есть более серьезный, есть прям супер рыбацкий. Мы не знаем, что внутри, и на камень, ножницы, бумага сейчас решим, кто первый будет выбирать себе портфель. 1, 2, 3. Ну, я не знаю, какой выбрать, потому что тут может быть подстава. Здесь какая-нибудь ерунда, а здесь самое крутое. Не засматривай, давай, выбирай. Черный. Блин, я хотел черный. Я возьму черный. Это что-то среднее. О, тяжелый. 1, 2, 3. Ну, теперь у меня главный вопрос. Либо меня сейчас очень обманут, и я выберу вот этот зеленый портфель, а там ничего нет. Либо взять фиолетовый, знаете, на верочку. То есть, ну, понадеяться на 4 продакшн. Я беру фиолетовый. Что там? Так, это сундук рыбачкий. Ой, и крем солнцезащитный, и еще дополнительная прикормка, и бутылочка воды. Ideal вообще, ну что внутри вот здесь? Lootbox. Блин. У-у-у. Да ну... Да какая разница, у меня все равно одна удочка. Да ну, посмотрите, вы чего? Здесь, здесь есть какой-то фиш-магнит, электронная приманка для рыбы. Так, я рыбачу на другой стороне от вас. Давайте посмотрим, что в черном. Погодите, мне интересно стало. Так, на, чеснока поешь. Это уже не смешно. Это на весь карман? Один чеснок? Да, но погодите, здесь есть бинокль, чтобы рыбу из-за лека разглядеть. Класс. Глент, стоять, держись, у меня в руках. Антикомарин, е-мое, комары меня трогать не будут. Какие-то закатки, это что такое? А, ну это... А, это хлеб и сало, наверное, или что это такое? Да ну, если это хлеб и сало, то это вообще фартон выложилось. Просто хлеб. А хлеб? Ну что ж, там мокренькое. Не, это... Сало? Сало? Да, ну нафиг! Чисто хлеб и сало, похавать, линейка, чтобы рыбу измерять. И тоже какой-то сундук. Что за сундук? Так. Опа, я смогу усмотреть рыбу под водой? Именно. Ну что, Владик, пожалуйста. Типа самый топовый рюкзак. Это обман. А, бинокль, конечно же, очень нужен. А бинокль... Ого, посмотри. Нифига себе. А ну-ка еще раз гляни. О, вижу, сидит. Голова, два уха. Что, не подписаны на канал, что ли? Подписывайся, ну будь ты человеком, ну. Короче, кнопочку подписаться под роликом находим. Если она красненькая, срочно, срочно, срочно нажимаем на нее, она станет серенькой. На ней будет написано, вы подписаны, и будет все хорошо. Так, дип смарт сонер. О, а, это на телефон вообще штучка. 8 часов батарея лайв. А это что такое? Вот, смотри на телефончике. Пытаюсь понять. А, вот это эхолокатор. Эхолокатор в этих местах вообще не нужен. Не гони. Ну реально, здесь мы просто рыбу видели, только что всплывало. Посмотри, у меня, короче, какая-то подводная нанотехнология, я думаю, она мне поможет. Там она будет рассеивать, вот эту волну такую пускать, и показывать, где рыбка, я думаю. И что? А он может его переправить? Походу, вот это самый порядочный портфель. Лодочка надувная, flexible deeper arm mount. Ну мы вместе поплывем же, да? Тут одноместное. Понял. А, смотри, сюда еще дополнительно эхолокатор вешаешь, и типа сканируешь, на удочку-мобилу вешаешь. Нормальные технологии. Так, подождите, походу, это был двойной обман, походу. Ладно, но это еще не все. Спички, экстрим-насекомые, клещи. Ну, чтобы защищаться от клещей. Вау. Это чтобы сразу рыбку. Это да. Что с настроением, парни? Нормально все, что там у тебя еще есть? Антисептик для рух. Это, я так понял, какая-то сеть специальная, закинуть крабов половить, раков, вот эту всю тему. Угу. Туалетная бумага. Ууу, вот это важная вещь, я вот одолжу немного. Все? Ну да, короче, из интересного у меня вот этот вот приблудон. Как-то все это должно совместиться и порыбачим их. Короче, погнали, берем удочки, берем стульчики и начинаем рыбалку настоящую. У нас начинается время рыбалки. Нам выдали вот такие штуки, это придерживать удочку, чтобы вот все время вот так вот не стоять, чтобы руки не засекали. У нас есть вот такая вот штучка, мы ее устанавливаем. Ага, так, ну что, берем нашу удочку. Я, к сожалению, занял третье место, и поэтому у меня одна удочка, самая обычная, но, в принципе, я видел, как нам такие удочки ловят хорошую рыбу. Поэтому шансы у меня есть. Конечно же, рыбу сначала нужно что? Прикормить. Поэтому у меня есть вот такой вот комбикорм, если честно, никогда даже ни разу не слышал, чтобы кто-то прикармливал рыбу комбикормом. Но любая прикормка лучше, чем без нее, поэтому мы берем прикормочку, достаем и... Выброшу где-то пол пакета, чтобы, если я решу сменить место рыбалки, чтобы у меня была еще прикормка. Вау, звук клевый. Теперь мы должны решить, на что ловить. У меня есть опарыши, черви, и, по-моему, червей побольше. Ну, ребята, ну вот посмотрите, вот если бы я был большой рыбой, ну, я бы захотел вот его съесть, вот объективно. Мне кажется, надо брать большого червя, вот настоящего червя, мужского просто, чтобы я словил настоящего огромного карася. Во, вот это я понимаю. Его издали можно увидеть сразу, такой огромный червь. Блин, забыл удочку разложить, представляете, вот такой вот я и рыбак. Но я думаю, что я споймаю сегодня больше, чем пацаны. Пока я буду разбираться с удочкой, можете сходить, посмотреть, что там у Сереги. Добро пожаловать на мое рыбное место. Ой, надо потише говорить, а то всех рыб распугают. Короче, вот удочка, я уже ее разложил, сейчас я по-быстрому насажу опарыша. Вот так вот так. Так, и у меня есть такая вот штукенция, попшикаем клубничкой его. Ааа, вкусненький. Так, теперь мы ее соберем и забросим сейчас. Все, главное дело сделано, осталось прикормить, и все, сейчас. Так, е-мое, что это за каша такая? Берем и разбрасываем. Правее, правее раздай. Сойдет. Что ты жадничаешь? Рыба не дура. Так, ладно, пока эту ждем, рыба там плюет, зарядим вторую удочку. Да, Глент, у меня вторая удочка есть. А смысл, тебе две удочки, ты со мной справиться не можешь? Справимся. Так, тут, конечно, посложнее, здесь поплавка, а кому-то бы нет. Здесь есть второй крючок, вот он. Так, и как сюда запихнуть, смотри, здесь без донышка. У нас же все вывалится, это как. Ладно, я пока же сплавлю на одну удочку, а вы пока посмотрите, что у Влада там. Ого, он там расставился. Так, пройдемся. Элитный, мм, запах апельсина от клещей, от оводней. Короче, я уже все раскрутил, наживочку повесил, сейчас осталось только сделать три смачных закида. Что могу сказать, вот пока я настраивался, там вдалеке иногда бывает рыбка подскакивает, ну, они прыгать умеют, прикиньте, и там вот такие вот карпы, или кто это, я не знаю, вот такие вот рыбехи, реально, прикиньте. Ух, так, главное сделать резко, хлестко и отпустить сразу вовремя вот эту штуку. Раз, два. Что? Что смеетесь? Ну, как умею. Ну, это я на ближнюю рыбу буду ловить. А, лайфхак вспомнил, здесь расскажу. Чтобы нормально закинуть, надо вот здесь вот, вот этот, ну, карабин отпустить, то есть здесь это зафиксировано, здесь свободно, то есть мотаться можно сколько угодно. А здесь пальчиком придержать, вот здесь, леску. И когда уже в полете будет удочка, тогда отпускать палец. Проверяем? О, о, о. Слушайте, это было далеко, в два раза дольше. И там я уже вижу какие-то пузыри возле моего поплавочка. Так, а вот это вообще мега монстр просто. Тройное Джинго Белл сейчас будет. Здесь еще грузик посерьезнее, понимаете, да? То есть я сейчас... Там сразу прикормка, шмумир, кровка, морковка. Здесь опасно, конечно. Короче, ребята, сижу уже достаточно долго, уже все позакидывали, поменял очень много разных вариантов подкормки, и червя насадил, и добавил туда эту прикормку, вот такую вот специальную с резиночкой, у меня здесь вот такая, насадил ее, ничего вообще, добавил еще, ну, сверху, думаю, насыплю уже три в одном, сделаю манки. Ну, нифига, не берет. Хотя рыбы много здесь. Опа, так, еще у меня есть сачок сразу, то есть если какая-нибудь акула, там, монстр, я сразу ее, оп, одеваю вот так вот, ну, чтобы удобно было, а там вот можно хранить рыбу, вот туда вот ее закидываешь, она проваливается, и она в водичке чилит. Ну, как в тюрьме, думаешь, она свободна, она в моей сетке. Короче, ребят, решил попробовать новую технику, насадить сразу много опарышей, чтобы они двигались, я где-то читал, что это привлекает рыбу, где много движения, окей, давайте попробуем. И решил попробовать половить ближе к берегу, опа. Бросаем прикормку и ждем, пока клюнет, опа. Во, идеально. Ожидание, самое сложное, самое невероятное просто. Только что удочку, я научился, кстати, закидывать вообще прям плотно, и у меня вот случилось вот что. Я потянул удочку, чтобы ее перебросить, а наживки нет, схавали. Рыбы умные, да я вам говорю, у них там школа, университет, они проходят уроки по безопасности, изучают там эти, как его, рыбки эти силикуновые. Короче, я решил сделать кукурузу с опарышами, прикормил, что-то должно пойматься, ну, ё-моё. Все, три опарыша, они двигаются, я даже клубничкой попшикаю. Все, я сейчас буду закидывать, отдадите там как-нибудь в безопасное расстояние, ответственности не несу. Я посмотрел в интернете, я взял мотылечка своего, да, на крючок насадил сразу 10-15 штук, чтобы вот такая вот штука на крючке была. Рыба умная, ей надо побольше, вот такой вот пучок, и с донкой разобрался, вот она называется донка, донка. Там три крючка, и это сигнализатор, ну, когда рыба попадется, будет там какой-то фун, звон, ну, короче, я увижу прям натяжку. Ждем. Не хотите шарики ванили? Нет? Вау, сладко, реально. Подкину ванильки. Ай-яй-яй, смотри, у меня что-то есть. Эта штука затрещала, заверещала, чуть удочку не вырвала. Ребята. Эй-эй, вы, что? У меня сейчас клюнет тоже. Тяжело идет, смотрите, натяг какой, а? По натягу определите, сколько килограмм, а? Пишите в комментарии, мы взвесим обязательно. Ух ты, рывки, есть рывки. Блин, Влад, по-моему, поймал первую рыбу, это мне не нравится, я хочу тоже поймать что-нибудь. Я тоже сейчас поймаю. О, идет монстр, смотрите, это первая рыба. Ну что, как считаешь, поймал или она сорвется? Конечно поймал. Ну, блин, у меня вообще ничего не ловит, но это бред какой-то, я уже минус 40 сижу, вообще ничего. Не, это хорошо взялась, хорошо уже. О! Ребята! Она уже здесь, она уже здесь, она попалась, теперь берем сачок. Ребята, это диронозол, артерекс. Это что? Это кто? Мне не нужна помощь этих лузеров. Я видел передачу по рыбалке, что рыба сдается со временем. Сила-то заканчивается. Ладно, мужики, помогите! Влад, мы с тобой не разговариваем. Ты, блин, с пирса рыбачишь, шрамы вообще. Они не хотят не помогать, я их обозвал случайно. Ничего, сейчас нормальные мужики поймают рыбу свою. Я до тебя доберусь, вытащи, вытащи. Оп, оп, все, 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 она моя, она моя, попалась. Фух, я уже подустал. О, попалась, ну я уже не уйдем. Так. Капец, Влад долго вытягивают рыбу. Типа она же все уже на крючке, ну давай. Ё-моё, там огромная рыбель. Это уже килограммов 5, мне кажется. Пацаны, где рыба, где рыба? Чего? Как? Ну вы ей помогли! Блин, обидно стало теперь. Давайте помогаем друг другу. Вот реально, кто-то поймал, ну с очков. Такое желание скинуть тебе в воду. Ну блин, я не знал. Правда. Вы посмотрите, что вообще произошло, вырвался крюкан, вот это вот, видите? Как должно быть? Я уже все вкус почувствовал во рту вот этой рыбки. Так, стоп, стоп, повела. Э-э-э, лузеры, сюда, внимание! Еще раз? Да ну нафиг! Ладно, мы договорились помогать. Иди, Серега, помогай. Нет, 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 идите, это рыба поменьше, я справлюсь вообще. Точно? Да, это микроб. По сравнению с тем китом, это просто микроб. Я ее даже без седки достану, смотрите. Давай я на всякий случай подловлю. Давай-давай-давай, бери-бери-бери, забирай. Да ну нафиг, она огромная просто чела, это просто кит. Ух ты! Давай-давай, сюда, на меня. Нет, это утягивает. Ну на меня, на меня, на меня. Да подожди, утягивает. На меня, давай! Утягивает! Ну так и что, Сядь? Да утягивает! Давай-давай-давай-давай-давай. Ой, у меня! Бзя! Да ну нафиг! Она вся на громаде, она просто! Нифига себе! Давай ее на берег, на берег, чтобы не ушла. Ничего себе! Но там была в три раза больше. Так, надо снять крючка. Ну да, это первая рыба, пацаны! Это, конечно, легендаркая грома. Блин, ну та была реально вот в три раза больше. Как достать ей крючок? Вот так. Все, достал. Ее надо в эту, в сетку. Давайте на фоточку. Вот, смотрите, пацаны, как это работает. Мне главное не промазать баскетбол. Ай-яй-яй, домой! Я доволен, я счастлив, реально. Вот это, вот это кайф. Вот этот вкус рыбки вот этой, которая побольше была. А я хочу ее еще раз. Короче, ребята, Влад уже два раза словил поклевку и один раз словил рыбу, реально огромную. Ну, я знаю, в чем дело, на самом деле. Я забыл поплевать на наживочку. Вот так вот сделать. Сейчас делаем, и я уверен, что мы словим что-нибудь. Короче, Влад поймал на вот эту домку. Попробую сейчас заново зарядить ее. Может, мне тоже поймается большая рыбка. Так хочется поймать рыбу хотя бы одну. Ну, е-мое, соревнование должно уже начаться. Ну, вон туда. Мотыли заряжены, прикормочка опять заряжена. Поплевать не забудь. Вот на это поплевать? У меня слюны столько нет. Слушайте, кинул, реально мощно. Короче, Влад решил не плевать, но я на всякий случай плюнул. Сейчас ловим. Короче, ребята, я вот завидую Владу, потому что он хоть что-то словил. Я сейчас отошел на небольшой бережок. Если здесь ничего не поймаю, пойду на лодочке, поплыву просто в центр и буду ловить с центра, потому что просто, ну, ничего не клюет. О, уточки плывут. Смотри, у меня прямо здесь что-то словилось, нет? Тихо. Ребята, хотите прикол? Помогите, 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 надо помощь тоже. Сейчас помогу, помогу, помогу. Что, это сон? Иду, 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 иду. Это сон! Сама взял! Сама! Стой, я его поднимаю просто так, смотри, сюда. Точно? Да, да, да. Страхую, страхую. Хотите историю теперь? Я насаживал наживочку и просто увидел, что у меня вот та зазвенела штука. Я кинул лудочку и кинул ее под пирс вот сюда. Ну, это уже все, ну, это до свидания. Ну, у меня вообще ничего не клюет, у меня даже ни разу не дернул. Ну, блин, маленький, я думаю, его надо отпустить, если честно. Мы вообще все рыбы потом просто отпустим и просто хотим, типа, ну, общий банк потом посмотреть. Подожди, Глент, мне не нравится. Почему ты не радуешься? Я очень рад, Влад, просто у меня ни разу не клюнуло даже. Даже поплавок не дернулся, понимаешь? Мне даже снимать нечего. Просто, блин, он так рассказывал в начале ролика про сома. Я думал, если сом выпадет, Глент просто описывается отчасти. Нет, я вообще счастлив, это пипец какая редкость. Даже такой маленький сом, это вообще жесть. Но мне-то что с этим делать? На, держи, разбирайся с сомом, я пойду ждать свою поклевку. Ну что, ребята, я решился на отчаянные меры. Я поплыву на лодке на средину озера и буду там ловить, потому что у меня вообще ничего не клюет. Я два часа сижу и ничего. Мне кажется, это пацаны... А, у Сереги клюет. Окей. Спокойно. Тише. Сережа, сиди. У меня чуть удочка не ушла. Так хотелось, чтобы этот момент настал, потому что пацаны такие расстроены. Глент там вообще вон уже записывает. Смотри, Глент. Смотри, Глент. Смотри, Глент. Она клюет моментально. Но это бред, это бред, ребята. Я столько старался ради того, чтобы ничего не словить. Я очень ждал этот момент для того, чтобы пацаны немножечко по морали поднялись. Вот Серега уже вот одну удочку сложил, он ее скручивал, уже был готов. Так подожди, это донка, это мощная рыба. Да, это донка. Это мощная рыба! Сюда ее, сюда ее. Есть! Домой, это кар. А, иди сюда. Смачный кар. Серега, ну что, знакомься со своей рыбой. Началась охота. Ва, сфоткай этого деда. Ты куда? Туда подальше. Вы посмотрите. Вот это Кинг-Конг. Пацаны споймали рыбу, я за них очень рад. Мне, я очень счастлив. Красавцы! Молодцы! Клент, ты главное не расстраивайся. Да я сейчас просто в середину озера уеду. В момент, когда Сергей говорит, все, это бред, типа они уже говорят, что рыбалка это отстой. Скажи еще раз. Рыбалка полный отстой. И Серега вытаскивает, это легендарщик. Еще вот этот момент просто. Ребята, напишите, вот есть у вас такая пара, чувствовали какую-нибудь эмоцию такой радости за нас вместе с нами, а? У меня сейчас вообще я так рад за Серегу, капец. Я рад, потому что я тоже словил. Так, сейчас переделываем наживку и забрасываем, потому что это основа основ. Хотя на самом деле я за этот день уже раз 15 уже наживку менял. Надеюсь то, что сейчас, когда мы применяем наживку, мы все словим. Короче, я решил запросить с пирса Влада, может быть, тут все-таки рыба покрупнее будет. Так, мы готовы. Такс, наживка пошла. Так, оттягиваем, оттягиваем, оттягиваем. Давай поплавок. Насадил трех красавцев, прямо очень сильно издеваются. Мне кажется, это может быть реально удачная попытка словить какую-то рыбку. И заброс. Так, поплавок всплыл, отлично. Ну а теперь ждем. Еее, сюда. Да, ну вообще, ну стой, смотрите, двумя пальчиками. Да это вообще микрочеллик какой-то вообще, даже обидно тянуть. Оторвался. Прошло еще 20 минут, вообще ничего, ни одной поклевки, ничего. Я не знаю, надо, мне кажется, возвращаться на берег и пытаться с берега поймать, потому что, как мы видим, среди озера ничего не происходит. Есть зацеп, есть зацеп. Я игрался с ней, я как профессиональный рыбак, ребята, просто мое желание смотреть лайфхаки по рыбалке. Все? Куда, куда, как? Да нет, пропало давление. А, есть, 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 есть. Вот, натяжение есть. Ого! Ого, это она согнула. Это хорошо. Это хороший те, братишка. Я его очень боюсь сорвать. Так, 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 так. Я уже игрался с ней, то есть я видел, что она по чуть-чуть поклевает, я так и подергиваю, просто так. Вот в моменты, пока она плывет, надо просто ее потягивать. А когда она резко дергает, надо чуть едать, чуть свободы. Блин, она что, большая? Тихо, тянет, тянет. Ой, тянет хорошо. Поднимай. Вот, поплавок есть. Сюда, сюда. Опа! Непростой рыбешка оказалась. Она в поддавки играла, отвечаю. Давай, давай, давай. Она гнет, она не хочет влазить. Я не знаю, что делать, ребята, ну реально. Шаги назад. Тихо, я назад иду. Это хорошая подсказка была. Где, где, где? О, есть. Она твоя. Нет, нет, ушла. А, держу еще, не сорвалась. Сюда, сюда еще. Это какой-то мега-карп. Сынок, иди сюда. Так, главное мне самого не уйти. Вот, вот, почти, она уже сдохла. Она все. Есть! Это что? Это что за кабанчик? Ребята, фантастика. Короче, пацаны опять словили какого-то мега здорового карпа. У меня тем временем ни одной поклевки, вообще ничего, ребята. Я уже расстроился, мне уже все. Мне нравится рыбалка, но вот такая рыбалка, это, это самое худшее вообще. Просто вот посмотрите, поплавок даже не дергается. Он стоит как вкопанный. А пацаны ловят, я рад за пацанов. Это что за рыба? Это не карп, карп по-другому выглядит. Да у него золотой брюхо. Мастера рыбаки, напишите, кто это, мы пока не ориентируемся. Чтобы вы понимали вес, объемчик, я сейчас попробую взять этого. Песня. Короче, ребята, уже вечереет, я вообще ничего не словил. Остается последний вариант, это вызвать инструктора по рыбалке. Сейчас приплыву на берег и попытаюсь это сделать. Вот, мы уже плывем, вызову инструктора. Здравствуйте, вот, собственно говоря, инструктор по рыбалке, он сейчас меня всему научит. Короче, вот сидел здесь часов уже 5-6, ничего вообще не клюет, только пару раз съела и все, больше ничего не происходит. Помогите мне решить, может быть, здесь что-то дело не так. Прикармливали? Прикармливал. А с глубиной все верно? Не знаю. Давайте посмотрим. Давайте, это очень будет полезно. Ну, во-первых, удочка у вас неправильно была настроена изначально. Вот и все. По наживочке. Не то. Не то, понял. Все не то. Берем опарыша и берем червячка туда же. Червячок есть. Червячок есть, замечательно. Червя в двух местах прокалываем и делаем пучок. Два-три червячка. Вот таким образом. Играла насадка. Ну и, соответственно, уже смотрим по глубике. А по месту нормально? Я вот в этом же... нормальное место, да? Абсолютно. Здесь можно что-то словить. Все нормально. Так, здесь у вас напутано было. Я ничего не делал, я просто сидел. Глубина большая, видите? Понял, вопросов нет. Я не исключаю, да, ловил как мог, так сказать, на все свои скиллы. Значит, что делаем? Уменьшаем глубину, чтобы мы видели стоячий поплавок. Он не должен лежать. В противном случае вы поклевку не увидите. Делаем таким образом. Да, и ждем, да? Дальше мы ожидаем поклевку. Вопросов нет, буду ждать, надеюсь, что-то словлю. Может быть, есть какие-то лайфхаки, чтобы помочь рыбе, так сказать, насесть на крючок. Ну, можно попробовать диповать непосредственно всякими спрэмами. Много различных вкусов, запахов непосредственно. Сейчас попробуем клубникой. Давайте попробуем. Посмотрим, может поможет. Делаем на наживку. Пшикнули, оно запахло и погнали, да? Да. Все замечательно. Всплыл, да? Да, то, что надо. Все, понял, вопросов нет. Все, я жду просто пока поплавок пойдет в сторону, либо утонет. Утонет, выложит, либо в сторону. Вообще все, я сел, сижу, жду грущу, так сказать. Пробуйте, ловите. Спасибо большое вам. До скорого. Всего доброго, до свидания. A few moments later. Так, ребята, ушел на доп. поплавок. Наконец-то впервые вообще за всю историю ролика. Тихо. Что-то есть? Не знаю. Ну, натяжение есть как-то? Какое-то было. Ну, уже слишком легко, нет. Все, ребята, только клюнуло, реально? Пипец. Короче, мужики, Влада пока нет. Я услышал, что он клюет. Решил, так сказать, подсобить Владу. Чувствую здоровое. Серега, ну что ты стоишь? Помогай. Так, сюда, сюда, сюда. Да ну нафиг. Посмотрите на натяжение удочки. Главное, чтобы не сломалось. Так, Глентик, я тут все на саппорте. Готов? Да, где она? Чувствую, чувствую, есть, есть малышка. Ой, уходит, уходит, чувствую. Забирает у меня, забирайте силы. Комары, отстаньте. Пацаны, что происходит? Глентик, ты что рыбу ставил? За тебя, да? Где она? Где, Глент? Что происходит? Вообще громешная тьма, уже ничего не видно. Вон она, вон она, ну что ты стоишь? Так, Серега, тут есть еще такой трюк, можно сачок подлиннее сделать. Уже все, вот она. Сейчас все. Ё-моё! Держу ее, блин. Вот, вижу. Акула, акула. Оп, Серега, сбегай еще за сачком, два сачка слою. Сейчас. Не берет, она прорывает удочку. Куда она? Так, Глентик, вот она, она здесь, она здесь, слева, слева, слева. Давай, 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 давай. Спасай. Есть! Я взял! Она очень тяжелая. Я комара съел, я комара съел. Бросай удочку. Подождите. Нам нужна помощь тяжелая. Помик проглотишь его, переварь. Быстрее, Глентик помогай, тяни. Тяни, тяни, тяни. Сюда иди, кабаниха. О, это, это что? Это, по-моему, чемпион сегодняшний выход. Офигеть, ты что, здоро... Поздороваться дай! Зацени, ты же за колбаса докторская. Это кинг-сайд. Офигеть. Ну как тебе? Тяжело, очень тяжело. У меня же рука вся забилась. Здорово. Пацаны. Ты что? Это рекорд за сегодняшний день. Так, нужно сделать семейное фото. Глент, бери. Подожди. Ты вытяну. О, оговорили, уже под вечер рыбку словить нельзя. Переворачивай. Я боюсь, что она дернется. Аккуратно! Быстрее фоткайте! Ну что, ребята, мы наконец-таки сняли ролик 24 часа на рыбалке. И вот-вот, вот то, что вы видите. Вот ради этого мы здесь и собрались. О, голова! Глент, как тебе под конец дня? Необычненько! Ну что, ребята, если ждали этот ролик, ставьте лайк. Я обязательно поставлю лайк сам под этот видос. Спасибо, что досмотрели до конца. Мы здесь целый день. Спасибо, что были с нами. Ну а с вами был я, меня зовут Влад А4. Глент! Серега! Как назовешь? Анжела! Анжела! Рыба Анжела! Ну что, пока!